Приветствую вас, поскольку вы проложили фотографию к своему вопросу и почти никакой информации дополнительной не дали о себе и своем муже, то я предлагаю вам, во-первых, определить, какую именно помощь вы хотите получить, какая именно помощь вам нужна, то есть, психологическое ли, эзотерическое ли, ну вот, такое разграничение может быть. Соответственно, если эта помощь эзотерическая, то вам нужно перенаправить свой вопрос в раздел эзотериков, то есть, ну, вам можно поставить, вам можно попросить модераторов перенести, вот, вопрос. Но с точки зрения психологии, то, что вам можно сказать именно с точки зрения психологии, это, пожалуй, то, что ссоры по пустякам в любом случае, это вершина Айдрига, как правило, верхушка Айдрига. Потому что это значит, в свою очередь, что между вами есть проблемы, такие, ну, более глубинные, более глубокие, более серьезные, и о них вы не говорите, вот, что очень плохо, на мой взгляд, как раз здесь, понимаете? Вот. Об этих проблемах вы не говорите, и именно поэтому возникает подобного рода неудовлетворенность, удовлетворенность, которая вами воспринимается как ссоры по пустякам, именно вами. Ссоры по пустякам. Хотя, хотя, в действительности, в действительности, ну, понятно, что никто просто так, да, не будет, значит, ссориться, по пустякам по пустякам, никто не будет ссориться по пустякам, просто так, и, соответственно, вашего мужа либо что-то не удовлетворяет, его либо что-то не устраивает, либо его что-то беспокоит, и вы, к сожалению, этого не понимаете и не знаете. Поэтому, здесь нужно обталкиваться именно из того, с какого момента у вас начались данные проблемы. Как бы, точка входа, точка входа в данную конфликтную ситуацию. И потом уже разбираться о субъективном отношении и значении этой точки для каждого из вас. Далее. Следует определиться самой ситуации. То есть, что это за ситуация? Можно ли ее, эту ситуацию поменять? Можно ли ее изменить? Можно ли сделать что-то, чтобы ее не было? Либо изменить отношения ваших, или отношения мужа к ней. Вот. Далее. Необходимо определиться с ответственностью. Именно с ответственностью необходимо определиться. Где граница вашей ответственности, где граница ответственности мужа. Потому что, когда вы говорите, что мы ссоримся с мужем выпускникам, вы говорите мы. В действительности, мы это такой своеобразный уход от ответственности. Потому что ссоритесь не вы оба, а ссоритесь вы. Именно вы лично вы ссоритесь. Понимаете? Какая вещь. И это необходимо учитывать. То есть, если ссоритесь вы, значит, именно вам для чего-то это нужно. И вот именно с тем, для чего вам это нужно, и необходимо разбираться. Только так, и никак, в данном случае, по-другому. Вот, абсолютно. Здесь, в общем-то, семейное консультирование необходимо. Вот. Это необходима работа с вами. Необходима работа с вашим мужем. Вот. Потому что, ну, скорее всего, там тоже есть определенные проблемы, да, у него. Вот. Ну и, возможно, совместная работа тоже необходима. То есть, по большому счету, все зависит от того, насколько вы готовы работать над проблематикой, насколько вы готовы корректировать свое отношение и к мужу, и к себе. И, может быть, вы, допустим, ну, допустим, допустим, может быть, вы измените отношение к себе, и вам будет несколько, ну, легче, лучше, как-то вот удобнее, комфортнее чувствовать себя с ним. И тогда между вами ссор будет меньше. То есть, необходимо понять, что за этими ссорами стоит, если говорить грубо. Вот именно поняв, что за этими ссорами стоит, можно будет уже определить, как это убрать и что с этим делать. Пожалуйста, не смотрите на то, что вы ругаетесь из-за пустяков. Вот. Пустяки — это всего лишь осколок. Проблемы, на самом деле, куда более серьезные. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.